Однажды осенью мне привелось встать в очень неприятное и неудобное положение. В городе, куда я только что приехал и где у меня не было ни одного знакомого человека, я очутился без гроша в кармане и без квартиры. Продав в первые дни всё то из костюмов, без чего можно было обойтись, я ушёл из города в местность, называемую Устье, где стояли пароходные пристани, и в навигационное время кипела бойкая трудовая жизнь, а теперь было пустынно и тихо. Дело происходило в последних числах октября. Шлёпая ногами по сырому песку и упорно разглядывая его с желанием открыть в нём какие-нибудь остатки питательных веществ, я бродил одиноко среди пустынных зданий и торговых ларей и думал о том, как хорошо быть сытым. При данном состоянии культуры голод души можно удовлетворить скорее, чем голод тела. Вы бродите по улицам, вас окружают здания, недурные по внешности, и можно безошибочно сказать, недурно обставленные внутри. Это может возбудить у вас отрадные мысли об архитектуре, о гигиене и ещё о многом другом мудром и высоком. Вам встречаются удобно и тепло одетые люди, они вежливы, всегда сторонятся от вас, деликатно не желая замечать печального факта вашего существования. Ибо душа голодного человека всегда питается лучше и здоровее души сытого. Вот положение, из которого можно сделать очень остроумный вывод в пользу сытых. Наступал вечер, шёл дождь, с севера порывисто дул ветер. Он свистел в пустых ларях и ловчонках, бил заколоченные досками окна гостиниц, и волны реки от его ударов пенились, шумно плескались на песок берега, высоко взмётывая свои белые хребты, неслись одна за другой в мутную даль, стремительно прыгая друг через друга. Казалось, что река чувствовала близость зимы, и в страхе бежала куда-то от оков льда, который мог в эту же ночь набросить на неё северный ветер. Опрокинутый чёлн с проломанным дном и ограбленные холодным ветром деревья, жалкие и старые, пустынно и мрачно было вокруг. Казалось, всё умирает, скоро останусь живых я один, и меня тоже ждёт холодная смерть. А мне тогда было семнадцать лет. Хорошая пора. Я ходил, ходил по холодному и сырому песку, выбиваясь зубами трели в честь голода и холода. И вдруг, в тщетных поисках съестного зайдя за один из ларей, увидал за ним скорченную на земле фигуру в женском платье, мокром от дождя и плотно приставшим склонённым плечам. Остановившись над ней, я присмотрелся, что она делала. Оказалось, она роет руками яму в песке, подкапываясь под один из ларей. «Это зачем тебе?» – спросил я, присаживаясь на корточке около неё. Она тихо вскрикнула и быстро вскочила на ноги. Теперь, когда она стояла и смотрела на меня широко раскрытыми, с серыми глазами, полными боязни, я видел, что это девушка моих лет, с очень миловидным личиком, к сожалению, украшенным тремя большими синяками. Это его портило. Хотя синяки были расположены с замечательной пропорциональностью, по одному равной величиной под глазами и один побольше на лбу, как раз над переносицей. В этой симметрии была видна работа артиста, очень изощтившегося в деле порчи человеческих физиономий. Девушка смотрела на меня, и боязнь в её глазах постепенно гасла. Вот она тряхнула руки от песка, поправила сетцовый платок на голове, поёжилась и сказала, «Ты чай тоже есть хочешь?» «Ну-ка, рой, у меня руки устали». Там она кивнула головой на ларь, «Наверное, хлеб есть. Этот ларь торгует ещё». Я стал рыть. Она же немного подождав и посмотрев на меня, присела рядом и стала помогать мне. Мы работали молча. Я не могу сказать теперь, помнил ли я в этот момент об уголовном кодексе, о морали, собственности и прочих вещах, о которых, по мнению сведущих людей, следует помнить во все моменты жизни. Желая быть, возможно, ближе к истине, я должен признаться, кажется, я был настолько углублён в дело подкопа под ларь, что совершенно позабыла во всём прочем, кроме того, что могло оказаться в этом ларе. Вечерело. Тьма сырая, мозглая, холодная, всё более сгущалась вокруг нас. Волны шумели, как будто глуше, чем раньше, а дождь барабанила доски ларя всё звучнее и чаще. Где-то уж продребезжала трещотка ночного сторожа. «Есть у него пол или нет?» – тихо спросила моя помощница. Я не понял, о чём она говорит, и промолчал. Я говорю, есть пол у ларя, «Коли есть, так мы напрасно ломаемся, подроем яму, а там, может, толстые доски ещё. Как их отдерёшь? Лучше замок сломать. Замок-то плохонький. Хорошие идеи редко посещают головы женщин, но, как вы видите, они всё-таки посещают их. Я всегда ценил хорошие идеи, всегда старался пользоваться им по мере возможности. Найдя замок, я дёрнул его и вырвал вместе с кольцами. Моя соучастница мгновенно изогнулась и змеёй вильнула в открывшееся четырёхугольное отверстие ларя. Оттуда раздался её одобрительный возраст. Молодец! Одна маленькая похвала женщины для меня дороже целого дифирамба со стороны мужчины, будь мужчина сей, красноречив, как все древние ораторы, взятые вместе. Но тогда я был настроен менее любезно, чем теперь, и, не обратив внимания на комплимент девушке, кратко и со страхом спросил её, есть что-нибудь? Она монотонно принялась перечислять мне свои открытия. Корзина с бутылками, мешки пустые, зонтик, ведро железное. Всё это было несъедобно. Я почувствовал, что мои надежды гаснут, но вдруг она оживлённо крикнула. Ага, вот он! Кто? Хлеб, каравай, только мокрый. Держи! К ногам моим выкатился каравай, а за ним она моя доблестная соучастница. Я уже отломил кусочек, засунул его в рот и сжевал. Ну-ка, дай мне, да отсюда надо и уходить. Куда бы нам идти? Она пытливо посмотрела во тьму на все четыре стороны. Было темно, мокро, шумно. Вон! Там лодка опрокинута. Айда-ка туда! Идём! И мы пошли, обламывая на ходу нашу добычу и набивая ей рты. Дождь усиливался. Река ревела. Откуда доносился протяжный, насмерчивый свисток, точно некто большой и никого не боящийся, а свистывал все земные порядки, и этот скверный осенний вечер, и нас, двух его героев. Сердце болезненно ныло от этого свиста. Тем не менее, я жадно ел, в чём мне не уступала и девушка, шедшая с левой стороны от меня. «Как тебя зовут?» Зачем-то спросил я её. «Наташа», — отвечала она, звучно, чавкая. Я посмотрел на неё, у меня больно сжалось сердце. Я посмотрел во тьму впереди меня, и мне показалось, что ироническая рожа моей судьбы улыбается мне загадочно и холодно. По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его наводил на грустные мысли, и ветер свистел, влетая в проломленное дно, в щель, где билась какая-то щепочка, билась и трещала беспокойным, жалобным звуком. Волны реки плескались о берег. Они звучали так монотонно и безнадежно, точно рассказывали о чём-то невыносимо скучном и тяжёлом, надоевшем им до отвращения, о чём-то таком, от чего им хотелось бы убежать, и о чём всё-таки необходимо говорить. Помещение под лодкой было лишено комфорта. В нём было тесно, сыро, в пробитые дно сыплись мелкие холодные капли дождя, врывались струи ветра. Мы сидели молча и дрожали от холода. Мне хотелось спать, помню. Наташа прислонилась спиной к борту лодки, скорчившись в маленький комок. Обняв руками колени и положив на них подбородок, она упорно смотрела на реку, широко раскрыв свои глаза. На белом пятне её лица они казались громадными от синяков под ними. Она не двигалась. Эта неподвижность и молчание я чувствовал постепенно родить во мне страх перед моей соседкой. Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал, с чего начать. Она заговорила сама. Экая, окаянная жизнь. Жунятно, раздельно, с глубоким убеждением в тоне произнесла она. Но это не была жалоба. В этих словах было слишком много равнодушия для жалобы. Просто человек подумал, как умел, подумал и пришёл к известному выводу, который и высказал слух, на который я не мог возразить, не противоречить себе. Поэтому я молчал. Она, как бы не замечая, меня продолжала сидеть неподвижно. «Хоть бы сдохнуть, что ли?» Снова проговорила Наташа, на этот раз тихо и задумчиво. И снова в её словах не звучало ни одной ноты жалобы. Видно было, что человек, подумав про жизнь, посмотрел на себя и спокойно пришёл к убеждению, что для хранения себя от издевательств жизни он не в состоянии сделать что-либо другое, кроме того, как именно сдохнуть. Мне стало невыразимо тошно от такой ясности мышления. Я чувствовал, что если буду молчать ещё, то, наверное, заплачу. Это было бы стыдно предженщиной, тем более, чтобы она не плакала. Я решил заговорить с ней. «Кто это тебя избил?» Спросил я, не придумав ничего умнее. «Да всё, Пашка же!» «А он кто?» «Любовник, булочник один. Часто он тебя бьёт? Как напьётся, так и бьёт». И вдруг, придвинувшись ко мне, она начала рассказывать о себе, Пашке и существующих между ними отношениях. Она девица из гуляющих, которые. А он, булочник с рыжими усами, очень хорошо играет на гармонике. Ходил он к ней в заведение, ей очень понравился, потому человек он весёлый, одевается чисто, поддёвка в 15 рублей и сапоги с набором у него. По этим причинам она в него влюбилась, и он стал её кредитным. А когда он стал её кредитным, то занялся тем, что отбирал у неё те деньги, которые ей давали другие гости на конфеты, и, напиваясь на эти деньги, стал её бить. Это ещё ничего, а стал путаться с другими девицами на её глазах. А лет мне не обидно, я не хуже других прочих. Значит, он издевается надо мной, подлец. Третьего дня я вот спросился у хозяйки гулять. Пришла к нему, а у него Дунька пьяная сидит, и он тоже под шофе. Я говорю ему, подлец ты, подлец, жулик ты. Он избил меня всю, и пинками, и заусы всячески. Это бы ещё ничего, вот порвал всё. Это как теперь? Как я к хозяйке явлюсь? Всё порвал. И платье, и кофточку, новенькое ещё совсем. И платок сдёрнул с головы. Ой, господи! Как мне теперь бы! Вдруг взвыла она тоскующим, надорванным голосом. И ветер выл, становясь всё крепче и холоднее. У меня снова зубы принялись танцевать. Она тоже ёжилась от холода, придвинувшись настолько близко ко мне, что я уже видел сквозь тьму блеск её глаз. Какие вы все мерзавцы мужчины! Растоптал бы я вас всех, изувечило. Издыхая, которая из вас, плюнула бы в морду ему, а не пожалела. Подлые хари! Конючьте, конючьте! Виляйте хвостом, как подлые собаки! А поддастся вам дура! И готовы делать! Сейчас вы её и под ноги себе! Шаматоны паршивые! Ругалась она очень разнообразно, но в ругательствах её не было силы. Ни злобы, ни ненависти к паршивым шаматонам не слышал я в них. Вообще-то он её речи был несоответственно содержанию спокоен, и голос грустно-беден нотами. Но всё это действовало на меня сильнее самых красноречивых и убедительных пессимистических книг и речей, которые я слышал немало и раньше, и позднее, и по сей день слышу и читаю. И это потому, видите ли, что агония умирающего всегда гораздо естественнее и сильнее самых точных и художественных описаний смерти. мне было скверно, наверное, больше от холода, чем от речей моей соседки по квартире. Я тихонько застонал и заскрипел зубами. И почти в то же мгновение ощутил на себе две холодные маленькие руки. Одна из них коснулась моей шеи, другая легла мне на лицо, и вместе с тем прозвучал тревожный, тихий, ласковый вопрос. «Ты что?» Я готов был подумать, что это спрашивает меня кто-то другой, а не Наташа, только что заявившая, что все мужчины мерзавцы и желавшая всем им гибели. Но она заговорила уже быстро и торопливо. «Что ты? А? Холодно, что ли? Смерзаешь?» «Ах ты какой!» Сидит и молчит, как сыч. «Ты бы давно сказал мне, что холодно, мол, ну, ложись на землю, протягивайся, и я лягу. Вот. Теперь обнимай меня руками. Крепче. Ну вот. Должно быть тебе тепло теперь. А потом спинами друг к другу ляжем. Как ни скоротаем ночь-то. Ты что? Запил, что ли? С места прогнали. Ничего. Она меня утешала. Она меня ободряла. Путь я трижды проклят. Сколько было иронии надо мной в этом факте. Подумайте. Ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества. Мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольские мудрые книги, и глубина мысли которых, наверное, недосягаема была даже для авторов их. Я в то время всячески старался приготовить из себя крупную активную силу. И меня-то согревала своим телом продажная женщина, несчастная, избитая, загнанное существо, которому нет места в жизни и нет цены, и которому я не догадался помочь раньше, чем она мне помогла. А если бы догадался, то едва ли бы сумел помочь ей чем-либо. Ах, я готов был подумать, что все это происходит со мной во сне, в нелепом сне, в тяжелом сне. Но, увы, мне нельзя было этого подумать, ибо на меня сыпались холодные капли дождя. Крепко к моей груди прижималась грудь женщины. В лицо мне веяло ее теплое дыхание, хотя и с легким букетом водки, но такое живительное. Выл и стонал ветер, стучал дождь о лодку, плескались волны, и оба мы, крепко сжимая друг друга, все-таки дрожали от холода. Все это было вполне реально. Я уверен, никто не видал такого тяжелого и скверного сна, как эта действительность. А Наташа все говорила о чем-то. Говорила так ласково и участливо, как только женщины могут говорить. Под влиянием ее речей наивных и ласковых внутри меня тихо затеплился некий огонек. От него что-то растаяло в моем сердце. Тогда из моих глаз градом полились слезы, смывшие сердце моего много злобы, тоски, глупости, грязи, накипевшей на нем пред этой ночью. Ну, полно, миленький, не реви, полно. Бог даст, поправишься, опять на место поступишь. И все такое, и все целовало меня. Много, без счета, горячо. Это были первые женские поцелуи, преподнесенные мне жизнью. И это были лучшие поцелуи, ибо все последующие страшно дорого стоили и почти ничего не давали мне. Но не реви же, чудак, я тебя завтра устрою, коль тебе некуда деваться. Как сквозь сон слышал я тихий, убедительный шепот. До рассвета мы лежали в объятиях друг друга. А когда рассвело, вылезли из-под лодки и пошли в город. Потом дружески простились и более не встречались никогда. Хотя я с полгода разыскивал по всем трущобам эту милую Наташу, с которой провел ночь однажды осенью. Если она уже умерла, как это хорошо для нее, в мире да почиит. А если жива, мир душей ее, да не проснется в душе ее сознание падения, ибо это было бы страданием излишним и бесплодным для жизни. Субтитры создавал DimaTorzok